Всех приветствую на канале Твой Конфиг. Меня зовут Евгений и как я обещал, снимаю видео про Google Pixel 6, а именно как снимают камеры спустя почти три года релиза. В моих руках этот смартфон уже полтора года, полгода я им пользовался и год жена играла в игры, ну такие лайтовые, делала фоточки и прочее. Я, собственно, сейчас снимаю Full HD 30 кадров в секунду, стоит усилитель звука микрофонный, то есть убирает помехи, как вы видите. Вот такая картинка при 30 кадрах. Вот, давайте перейдем на основную камеру и посмотрим, как она снимает Full HD 60 и 30 кадров в секунду. Съемка на основную камеру, 30 кадров в секунду. Вот, если быстро поводить, видим, что шлейфы, да, и поддергивания, то есть не хватает ему что-то. Как вам качество картинки, пишите в комментарии. А теперь переходим на 60 кадров. 60 кадров. Сейчас попробую пробраться по сугробу, показать, как работает автофокус. Вот дерево. Плавненько, я бы даже сказал, кинематографично, что ли. У нас очередной раз зимой в Воронеже. Иду, снимаю по микрорайону ВАИ, город Воронеж. Микрорайон известен тем, что здесь жил Юрий Хой, столиц группы Сектор Газа. И даже есть одна песня, в которой поется «Я живу на ваях». И поверь, мне неведом страх. Ну, что-то в этом ключе. Вот такая у нас Воронежа зима. Снимаю одной рукой стабилизация. Вы видите, как работает. Вроде даже неплохо. А теперь давайте переключимся на 4К, 30 кадров. 4К, 30 кадров. Не знаю, стала картинка лучше или не стала. Ну, вот такое изображение. Стабилизация отрабатывает хорошо почти, как и у всех пикселей. Бывают, конечно, срывы при резких движениях. Но в целом, в целом, на мой взгляд, очень хорошо. А при учете того, что этот смартфон сейчас можно приобрести за 22-24 тысячи рублей, навряд ли вы за эти деньги купите трубку, которую снимать будет лучше. 4К, 60 кадров. Используем зум. Здесь он двухкратный. Ну, в общем-то, вот так все это дело происходит. Сильный ветер доит. Сильный ветер не сработает. Даже при 30 кадров. Сейчас переключусь на усиление микрофона. 4К, 30 кадров. К сожалению, в 4К, 30 кадров усилитель микрофона не работает. Что же хочу сказать про Pixel 6. А именно, в Antutu, в последней версии, сейчас он набирает 800 тысяч баллов. Что очень даже хорошо, при учете того, сколько лет этому смартфону. И что он изначально особо-то и не был флагманской линейкой, в отличие от Pro-версии. Ну, беспроводная зарядка есть. И, по сути, его можно отнести к флагманам. В Себяшкинской камере, вот, можно делать зум вот такой. Или это crop называется. И как-то вот снимает вот таким образом. Давайте все-таки в 4К, фулашни, это уже старые. 4К, 60 кадров. Вот вам снежок, снежное деревце. Такие вот новые дома у нас тут понастроили. Вчера был дождь, лужи везде, снег потаял. Сегодня утром просыпаюсь, а у нас... А у нас зима. Зимняя. По поводу батареи. Если в игрушки особо не играть, ну, или играть в какие-нибудь там крестики-нолики, смотреть ютубчик, то батареи хватает на весь день. Особо каких-то просадок я не заметил. Замечательно. Он заряжается при гугловской 30-ваттной зарядке. На порядок быстрее, чем вот это, скольки там, 10-ти, либо 18-ти ваттка была. Трубка в целом очень годная. 90 Гц есть, конечно. Это не 120 Гц. Всего лишь 90. Повторю, снимаю с одной руки. Беспроводная зарядка есть, но она медленная, так же, как у Самсунга. Вот интересно было бы посмотреть качество съемки в сравнении с тем же Samsung S21+, который у меня также имеется, на большом мониторе. У меня монитор 34 дюйма. Вот. Соответственно, в конце видео я сделаю подсъем и расскажу вам, как это все дело выглядит на мониторе. Вот. Покупать этот смартфон или нет, конечно, решать вам. При учете того, что уже вышла восьмая линейка. Но, как по мне, трубка очень даже годная, если для вас фото-видео важно. Жаль, конечно, что в себяшкинской камере они... О, блин, видите, какое тут мясо, лужа. Вот. Конечно, что он не снимает 60 кадров, это печаль. Но, с другой стороны, что вы хотели за смартфон, который стоит 24 тысячи рублей. Я считаю, что это уже очень хороший результат. Стереозвук здесь полторашный, грубо говоря. Фоточки делает хорошо, ночной режим делает хорошо. Я не могу сказать, что он там сильно хуже, чем Pixel 7, который у меня тоже был. Вот. Единственное, что добавлю, что у нас Samsung S21 Plus 4K 6. Да, протоптано вдоль дома. Как мне показалось, Samsung 4K 60 кадров снимает лучше. Но, опять же, на экране мобильного телефона высокое разрешение и большое количество PPI сложно судить. Сложно. Почти любой смартфон снимает. Ну, если, опять же, просматривать нам экране смартфона, снимает очень хорошо. Постараюсь сейчас еще походить, наделать фоточек, чтобы вы посмотрели. Вот так, зум 4K. Ну, на мой взгляд, в 23-24 году. Смысла снимать в Full HD? Нет. Так как картинка заметно хуже, да и плюс все смотрят уже на больших телевизорах. Поэтому лучше, конечно, в 4K. Вот вам тяжелые условия съемки. Снимаю в подъезде. Вот такая наша реальность. Такой подъезд, несколько ушатанный. Поднимаюсь по лестнице. Как вам картинка? Вот вам лампочка. Как-то вот так. Сейчас поднимусь домой и подведу итоги съемки. Итак, подведя итоги по пикселю 6, есть ли смысл его покупать или нет? Если вам надо качественное фото и видео, то однозначно этот смартфон, я считаю, что это топ за свои деньги. Интересно было бы, конечно, его протестировать с хитом 23-го года. Это Realme GT Neo 5. Как он снимает? Конечно, по-хорошему было бы поснимать видосы, посмотреть, что он может и не может. Но в этом видосе мы с вами именно про пиксель 6. Стоит на нем 14-й Android с последними обновлениями, включая обновления безопасности. Хуже или лучше стало работать, но хуже точно не стало. Все работает нормально. Обновилась, естественно, здесь Gcam. Немножко изменился интерфейс. В целом трубка очень годная. Я вообще люблю пиксели за их простоту, за их friendly user, что не надо ничего, блин, по сути, настраивать. Ты взял телефон, ввел свою гугловскую учетку и им пользуешься. Он работает хорошо, как должен работать, без каких-то глюков и прочее. Конечно, по сравнению с Samsung S21+, у него более замедленные анимации. Медленнее он разблокирует, допустим, по сканеру отпечатка пальцев. Но это все на самом деле такие миллисекунды, которые, в принципе, они ни на что не влияют и вам не сыграют какую-то значительную роль. Рекомендую я? Да, рекомендую. Повторюсь, пиксели я люблю. У меня был третий пиксель, вот шестой пиксель, был седьмой пиксель. И я очень рад. Помимо этого, у меня было достаточно много всяких смартфонов. Единственное, что пока мне больше понравилось по съемке 4K 60 кадров, это Samsung S21+. Может быть, это чисто мое субъективное мнение, но у него не было ни роулинг-шаттеров, ничего такого. И картинка хорошая, стабилизация тоже отлично там работала. Рекомендую ли я все-таки покупать его или не покупать? Ребят, ну, тут каждый сам для себя решает. Кто-то считает Experience прошивку пикселевскую не очень. Мне же кажется, что она даже старым смартфоном, как правило, Xiaomi, который на нее можно перепрошить, она дает вторую жизнь, трубка совсем по-другому начинает работать быстро. И хорошо. В 2024 и 2023 ушедшем году, конечно, зарядка медленнее. Хотелось бы, чтобы хотя бы 2060 было. Но, как по мне, там 10-15 минут роли особо не играют. Делайте выводы сами. Я для себя сделал вывод, я иной раз ухожу от пикселей и все равно возвращаюсь к пикселям, потому что, ну, это лучшее за свои деньги, на мой взгляд. Я не говорю про айфоны. Было у меня не так давно 12-й айфон. Я на него делал съемку. Тоже такой вот мини-обзор по видео возможностям смартфона. Я делился своими впечатлениями. На мой взгляд, айфон 12-й снимает на порядок хуже. Хотя, кто как пишет. Кто говорит, что айфон лучше снимает, кто пиксель лучше снимает. Но у меня 34-дюймовый монитор. Я вам сейчас покажу. А то вы вдруг подумаете, что да брешет, блин, пацан. Вот. Нет, действительно. 34 дюйма, разрешение 3440 на 1440. И поверьте, на этом мониторе можно оценить качество изображения фото и видео. Это вот прям сразу понимаешь, дерьмо или не дерьмо. Так вот, Samsung очень хорошо себя показал. Но мне не понравилось Samsung S21, как он делает фотографии. На мой взгляд, 6-й и 7-й пиксель это делает на порядок лучше. Также, плохо снимает Samsung S21, Full HD. Мне тоже не понравилось. Повторюсь, я говорю про плюс-версию. Вот. Пиксели в этом плане лучше. Собственно, на этом всё. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу, расскажу. Ну, всё, что знаю. Опыт есть уже в использовании. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставьте лайки или дизлайки. И, собственно, всё. Всем пока. Ребятки, забыл рассказать, как себя чувствует сотовая связь, Bluetooth и Wi-Fi. По звонкам. Особых каких-то проблем я не увидел и не заметил. Со связью всё в порядке, по крайней мере, на территории миллионного города Воронежа. Что касается Bluetooth, связь не рвёт. Всё работает стабильно. Что касается Wi-Fi, поддержка Wi-Fi 6-го есть. Скорость не режет, если у вас хороший роутер. Что касается мобильного интернета, тоже особо каких-то проблем не увидел. В большинстве случаев всё зависит от вышки сотового оператора и её загруженности. У меня это, кстати, японская версия смартфона, бывает ещё американская. Проблем каких-то нет. Кстати, щелчок уже можно на 14-м андроиде вот этот убрать. То есть, когда ты ведёшь фото-видео записи, раньше было, ты нажимаешь, и всё это было слышно. Теперь это всё убирается, и звуков никаких посторонних нет. Так что смело можете брать и пользоваться. Продолжение следует...